Откроем послание к евреям, 10 главу, прочитаем первый стих. Закон, имея тень будущий благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Эта 10 глава не открывает новую тему, но продолжает разговор, начатый в предыдущей главе. Мы знаем, что апостол не разделял свои послания на главы, и это разделение не всегда удачно, нередко прерывает мысль. В предыдущей главе, в ее конце, Павел особо сосредотачивается на единократном жертвоприношении Сына Божия. Он говорит, что Иисус вошел в истинное нерукотворное святилище, со своей собственной кровью, не для того, чтобы многократно приносить себя в жертву, но, как он в 26 стихе говорит, однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей. Мы в прошлый раз, немного забегая вперед, говорили, чем обусловлена вот эта единократность жертвы Христовой. Апостол же разворачивает вот эту идею вот здесь, в 10 главе. Но прежде последним стихом, 28 стихом 9 главы, он предупреждает читателя этого своего послания, что Спаситель во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его спасения. Об этом надо предупреждать, потому что обрести спасение во Христе возможно сейчас, но не в момент его пришествия за церковью. Он более не придет на землю, чтобы снимать грехи и принимать покаяние, но для того, чтобы забрать с нее тех, кто его ожидает. А что собой представляет ожидание Христа, которое будет вознаграждено вот этим восхищением с земли, мы тоже в прошлый раз говорили, вспомним слова Спасителя, которые записал евангелист Лука, в 24 главе его Евангелия, там из 23 стиха Господь говорит, смотрите же за собою, то есть в 21 главе, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Для всех этот день будет все-таки внезапным, потому что он сокрыт, и даже вот действительно ожидающие Господа только по указанным словам и признакам могут приходить к выводу, делать выводы о его приближении, но все-таки угадать его дату невозможно, она закрыта. И момент восхищения будет внезапным, произойдет во мгновение ока, но внезапность эта не застанет врасплох ожидающих, потому что они будут в должном состоянии. То есть они будут готовыми к этому дню. Христос в приведенном тексте предупреждает о другой внезапности, когда день этот застанет кого из верующих не готовыми, не готовыми к тому, чтобы быть взятыми с этой земли. Вновь обратим внимание, что приведенные слова Спасителя указывают именно на раннее восхищение Церкви, то есть перед последней седминой. Много споров ведется по поводу времени восхищения. Некоторые учат, что Церковь возьмется посреди великой скорби, другие указывают, что она останется на великую скорбь и будет взята в момент второго пришествия Христа на землю. Но внимательное исследование этого вопроса в Слове Божьем, оно приводит к одному выводу – Церковь будет взята накануне последней седмины. Ей просто в этой последней седмине нечего делать, потому что эти последние семь лет они предназначены для еврейского народа, так как через Даниила Бог говорил. И здесь мы находим вот в этих словах одно из многих тому доказательств – отягчение сердец объедением, пьянством, житейскими заботами, которые угрожают верующим людям, особенно в преддверии восхищения, оно, возможно, в относительно благополучный период жизни на земле. Да, Церковь накануне своего ухода будет гонима повсеместно. Разбирая 24 главу Евангелия от Матфея, мы говорили об этом, мы отмечали, что... Но при этом мы говорили также, отмечали, что будет у верующих и в это время выбор. В этот период последнего испытания. Будет возможность уклониться от него путем компромиссов, компромиссов с этим миром, сохраняя при этом вроде бы лицо христианина. Но зачем, к примеру, обязательно посещать вот ту церковь, которая заняла твердую позицию относительно сохранения написанного в Библии и раздражает этим власти. Можно ведь пойти в другую, которая там у хода радужных флаг вывесила, и остаться верующим, молиться Богу, как прежде, и притеснений не будешь испытывать. Хотя что там однополых сочитывают, то это их проблема. Каждый за себя будет отвечать. Знаете, когда плод с ее страхами берет вверх, то подходящая философия, которая бы оправдала вот этот компромисс и помогла бы делать вид, что ты все еще верующий, она всегда найдется. Плодь очень большая мастерица находить в себе самооправдание. Так что и в этот период повсеместного натиска на церковь будет возможность жить в покое, потому что будет выбор. Значит, и будет возможность занять свое сердце всем перечисленным, что несовместимо с ожиданием Христа с небес. А это, в свою очередь, говорит о том, что это не будет еще период великой скорби. И вот когда в 24 главе Матфея Спаситель говорит, «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ноя в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелиющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Вы знаете, вот это описание, весь вот этот фон, на котором происходит описанное – едят, пьют, женятся, выходят замуж. И даже то, что ниже сказано – там обрабатывают поля, делают муку, мелят в жерновах. Это невеликая скорбь, когда мир находится в смятении. Это более не менее мирное состояние. Войны, голод, мор и прочее, они, конечно, происходят в этот период. Они участились, но это не всеобщее смятение. Они происходят где-то по местам, временами. И люди будут еще заниматься своими делами, в том числе, вот, угожением своей плоти. То есть, жизнь идет своим чередом накануне восхищения. Вот за которым, за этим восхищением, наступит уже бедствие. И об этом бедствии Господь говорит, вот, в Евангелии от Луки, как о дне, который как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. И вот ниже 36-м стихом Иисус еще раз призывает к бодрствованию, объясняя, что значит сеть вот этого дня, которая накроет именно всех живущих. Это надо подчеркнуть. Он говорит, итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех своих будущих бедствий и предстать пред сына человеческого. Речь идет о бедствиях, причем всеобщего характера. Уловленными окажутся все живущие, и тут уже выбора ни у кого не будет. И если они найдут на всех живущих, то, значит, избежать их возможно только путем, каким? Покинув эту землю. Кто останется на ней, тот будет захвачен в сеть этих бедствий. А возможность избежать есть вот только таким путем – быть восхищенным. Все это еще раз доказывает, что восхищение Церкви произойдет накануне Великой Скорби, даже точнее, накануне последней седмины. Христос Великой Скорби, собственно, называет только вторую половину этой седмины, когда начнут изливаться вот эти чаши гнева. И об этом говорит апостол и в 28 стихе предыдущей девятой главы, подчеркивая, что во второй раз Господь придет для ожидающих его воспасения. То есть это будет пришествие, избавление от того, что грядет на Вселенную. Итак, апостол, провозгласив единократность жертвы Христовой, с начала 10 главы более подробно объясняет причины достаточности единого жертвоприношения Христина Божия. С первого стиха он говорит, Мы уже читали этот первый стих. Закон, имея тень будущих блага, не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Это первый и второй стихи. Мы видим, что Павел начинает объяснять эту истину с того, что в этом плане имел закон. И это потому, что адресатом этого послания в первую очередь были уверовавшие евреи, которым была привычна вот эта идея многочисленных жертвоприношений за грех, за разные его случаи разновидности. Им надо было объяснять, почему так оно было в законе, и почему после смерти Христа жертвоприношения больше не нужны. Это было трудновато вместить бывшим вот таким иудеям. Прежде всего, это надо было потому, что закон не был законом самого образа вещей. Он оперировал только подобием истинного. Этим обуславливался факт невозможности достижения совершенства через закон, ибо оно доступно только через истинное, через его принятие, через прямое соприкосновение с ним. А на это истинное закон лишь только указывал. И доказательством вот этого бассилия закона была необходимость постоянного приношения все новых и новых жертв. Потому что, если бы жертва за грех очищала, жертва за грех, вот это чистого животного по закону, действительно омывала бы приносящего ее, то таковой более уже не нуждался бы в новых приношениях. Он был бы чист, как говорит Павел, не имея никакого сознания грехов. То есть, имеется в виду, что такой уже не знал бы греха. Был бы чист, как никогда не согрешивший. Вот это последнее заявление апостола в разбираемом тексте, оно приводит на память другое место Нового Завета, которое довольно часто служит таким преткновением для верующих. Трудновато оно воспринимается. Находится оно в первом послании Иоанна, в пятой главе. Это его 17 стих. Там апостол пишет, «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». А это сложная истина, потому что верующие, которые имеют уже опыт, некоторый опыт следования за Христом, они сталкиваются со своими несовершенствами в поступках и вроде бы не наблюдают вот этой полной свободы от греха, все равно им приходится просить Господа прощения. И даже сама молитва, заповеданная Христом своим ученикам, содержит в себе слова покаяния и прости нам долги наши. И что там говорить? Вот сам Иоанн в этом же послании, в первом послании, но только в первой главе он пишет, это с 8 стиха. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Это 8-10 стихи. Апостол адресует эти слова, как и все свое послание именно Церкви. Это не собрание неверующих или приближающихся, это неблаговестническое послание, это пастырское послание, оно адресовано Церкви. Значит, и после омытия крови Христа верующего все же доводится иметь дело с грехом. И как это объяснить? Знаете, здесь рассуждая над заявлением Иоанна о том, что рожденный от Бога не грешит, надо всегда иметь в виду, что это за рождение, о котором рождается такой человек. Спаситель говорит в беседе с Никодимом о рождении от воды и духа, отвечая на возражение этого своего собеседника о невозможности повторного рождения для уже родившегося в мир человека. И ошибка Никодима нам вполне понятна. Он полагал, что Иисус говорит о рождении по плоти, потому что о духовном рождении Никодим просто ничего не знал. Он даже не представлял, что существует еще один вид рождения. Но мы в некоторой степени повторяем эту его ошибку, размышляя над упомянутым текстом из 5 главы 1 послания Иоанна о святости рожденного свыше. Мы забываем, что с рождением от воды и духа, с плотью человека, пережившего это рождение, никакого возрождения не происходит. Рождение свыше не есть рождение по плоти. Плоть в этом случае просто теряет свои прежние командные позиции в естестве человека, но она остается той же плотью, которую, как это делал Павел, надо постоянно усмирять и порабощать. Рождение свыше не есть возрождение плоти. Рождается от воды и духа именно внутренний человек, который утрачивает сознание греха. То есть в нем грех более не гнездится, и инициатором греховного поступка вот это рожденное от Бога, оно уже не является. Рожденное от Бога абсолютного совершенства все-таки не имеет, потому что его третья составная плоть, она еще не приняла искупление, которым она будет искуплена в день преображения. Вот она-то остается подверженной греху и уязвимой для всякого соблазна. Если контроль возрожденного духа человека над ней ослабевает, это тотчас отражается на его поступках, потому что эти поступки начинают инициироваться уже и вот этой невозрожденной плотью. Естественно, сатана использует вот эту уязвимость тела человека, чтобы ввести его грех, и в случае небодрствования он имеет успех, впрочем, успех ограниченный, потому что дух споткнувшегося верующего в таком случае все-таки остается чистым, о чем свидетельствует его сокрушение по поводу допущенного согрешения. Это сокрушение мы именуем раскаянием. Потому что грех – это не его, он не от него исходит, он чужеротен, он противен духу рожденного свыше. Когда такого сокрушения нет, и совесть человека спокойно реагирует на нарушение воли Божией, это свидетельствует о том, что, очевидно, рождение свыше еще не произошло. Грех остается нормой и не воспринимается внутренним человеком как нечто отвратительное и недопустимое. Тут искреннего раскаяния не бывает в таком случае. Тем не менее, то, что отдельные согрешения, причиной которых является внешний источник, дьявол, действующий через плоть, они не изменяют статуса внутреннего человека как рожденного свыше. Это вовсе не означает, что эти допущенные проступки, они никакой опасности для него не составляют. Вот Павел ниже в этой 10 главе, мы в следующий раз, даст Бог, этого коснемся, он коротко рассматривает этот вопрос, говорит очень такие строгие слова, которые многих тревожат. И если человек возрожденный поступает по плоти, то это значит, что он не контролирует плоть, хотя его возрожденность вполне позволяет это делать, она снабжает его способностью контролировать плоть. И если это происходит, плот не контролируется, значит, вот эта способность, она остается невостребованной. Это уже, знаете, сюжет, сюжет притча о десяти минах. За отсутствие праведности доведется давать отчет, потому что вот эта способность жить праведного, она была подарена каждому с его рождением от Бога. Если возрожденный снимает узду с плоти, он начинает жить по плоти. А Писание предупреждает, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Это Римлянам 8 глава, 13 стих. Так что распространенный среди некоторых современных верующих аргумент грешу не я, а грешит мое тело, поэтому я не виновен. Он не работает, потому что твое тело – это тоже ты. И если оно делает, что ему вздумается, то ты виновен, потому что ты имеешь все средства обуздать его, если ты действительно рожден свыше. Знаете, само принятие вот такой философии «грешу не я, а мое тело», оно вообще ставит под сильное сомнение факт рождения свыше, потому что оно свидетельствует скорее о том, что упомянутое рождение не произошло, потому что этот образ мыслей, он не свойственен для человека, рожденного свыше. Ибо возрожденный от Бога Дух, он не только не грешит, он еще и не мирится с грехом, когда тот случается, и он никогда не будет оправдывать допущенное согрешение. Если же человек, называющийся верующим, не рожден свыше, то мы знаем, какое последствие этого будет. Он Царства Небесного не увидит. Сам Спаситель в беседе с Никодимом говорит об этом. Но основное, о чем мы сейчас говорим, это то, что рожденный от Бога, вот этот внутренний человек, он рождается от Бога, и он инициатором греха действительно не бывает. Об этом говорит Иоанн. Рожденный свыше находится в состоянии внутреннего конфликта со своей невозрожденной частью, плотью. И такой полной истойчивой гармонии в настоящее время достигнуть невозможно, потому что тело, оно не соответствует по своей природе возрожденному духу верующего человека. У них разная природа. Отсюда и случающиеся согрешения по плоти, которых не избегали даже такие могучие мужи веры, вот как апостол Петр, о чем Павел свидетельствует в послании к Галатам. Причина этих согрешений в допущенном на какое-то время ни бодрствовании, а ни в коем случае не в пороке внутреннего человека, который, будучи рожден от Бога, он пороков не имеет. Так что Павел во 2 стихе 10 главы вовсе не преувеличивает результат очищения совершенной жертвой за грех. Сознание очищенного таким приношением действительно освобождается от греха, что не могло быть достигнуто законными жертвами, чем и обуславливалась их многочисленность. Вину то с тела они снимали, но грех оставался и вновь и вновь толкал человека на греховные поступки, на совершение греха, и это вновь требовало жертвоприношения. Вот в предыдущей главе апостол 9 стихом говорит, она, то есть первая скиния, которая называется святое, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенными приносящего. Вот этот недоступный старозаветным жертвоприношениям уровень усовершенствования приносящего их, именуемый совестью, есть то самое сознание человека во 2 стихе разбираемой главы, которые очищаются кровью Христа от греха и которые не могли очистить жертвы Первого Завета. Апостол таким образом объясняет уверовавшим соплеменникам, что привычная для них особенность законного поклонения вот эта множественность жертвоприношений является по сути слабостью закона, его недостаточностью и неспособностью омыть грех человека. И вот следующим 3 и 4 стихами Павел указывает фактическое значение ветхозаветных жертвоприношений, что же на деле они означали. Он говорит, но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь Тельцова и Козлова уничтожала грехи. Фактически эти жертвы, причем Павел здесь сосредотачивается даже на главной из них, жертве судного дня, кровь которой вносилась во святое святых, они служили только напоминанием о грехе. Сама необходимость регулярного принесения говорила о существующем, живущем и действующем грехе. Конечно, и вот это напоминание или свидетельство о грехе, оно имело и положительный смысл для приносящего жертву за грех, потому что оно подтверждало, что он сознает свою вину, что он желает омытия. То есть это было свидетельство о его раскаянии, что было очень важно, но очищения совести от этого не могло быть, потому что кровь жертвенного животного была ценою ниже человеческого духа, чтобы его выкупить, чтобы за него быть достаточной платой. И следствием вот этой недостаточности было то, о чем апостол говорит, уже далее приводя слова из 39-го псалма. Это 5-й и 7-й стихи. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написанное мне, исполнить волю твою, Божия». Знаете, прежде всего, обращает на себя внимание некоторое отличие этой цитаты от того, что мы читаем в этом псалме в масорецком тексте, в нашем Старом Завете. Ну, вставленное в начале 5-го стиха курсивом «Имя Христос» – это дело переводчика, оно правильно объясняет, кто говорит эти слова, но без него, в принципе, можно было бы обойтись, потому что сама вот эта фраза, «входя в мир, говорит», она не вызвала бы никаких разногласий у толкующих по поводу того, кто именно говорит. Это слова Сына Божия, который, сделавшись человеком, вошел в этот мир. Но вот дальше имеется разночтение вот в самом тексте. Масорецкий текст говорит, «Ты открыл мне уши, а в цитате Павла сказано, тело уготовал мне». Некоторые стараются помирить обе эти цитаты и говорят, что само по себе наличие ушей должно подразумевать уже наличие тела. Но, тем не менее, разночтение здесь имеется. Далее Масорецкий текст говорит, «В свитке книжном написано о мне, а у Павла в начале книги написано о мне». Это, правда, все-таки несущественные разночтения. Они не влияют на смысл сказанного, но все же они есть. Отсутствие в процитированном апостолом последнем стихе слов, которые имеются вот в данном псалме, «И закон твой у меня в сердце», ну, это, скорее всего, сознательное сокращение цитаты, сделанное самим апостолом, потому что далее, как мы увидим, апостол сосредотачивается в этих словах на одной мысли, для которой повторять вот эту концовку не обязательно, она там не играет существенной роли. Мы часто, читая вообще Новый Завет, находим некоторые отличия процитированных там мест из Ветхого Завета от того, как они звучат в масорецком тексте. Обычно это объясняет тем, что апостолы и евангелисты пользовались более доступным в те дни для большинства людей греческим переводом священного писания септуагинтой. Но, знаете, это объяснение не объясняет главного, как мы должны относиться к этим разночтениям, хотя они, как правило, не очень существенны. Здесь мы должны иметь в виду, что хотя масореты проделали просто колоссальный труд, их редакция вот этого старозаветного текста, она все-таки примерно на целое тысячелетие моложе септуагинты. Она была произведена в средние века, с 7 по 10 века. И это значит, что септуагинта все-таки находится ближе к тому древнееврейскому оригиналу, который имелся в распоряжении в первом веке нашей эры. Масореты имели множество отдельных рукописных копий Ветхого Завета, которые, впрочем, не были вполне древними, потому что в обычае евреев было несколько иное отношение к манускриптам, оно отличалось от того, как вообще люди относятся к древним писаниям. Они подходили к своим книгам с более такой практической стороны. Если новая копия священной книги, новая переписанная копия не имела ошибок при переписывании, то она ценилась выше старой. И это приводило к тому, что множество древних текстов просто были утрачены, потому что им не придавали ценности. Если там этот пергамент уже износился так, что нельзя было ими пользоваться, этот текст не считался уже, копия эта уже не считалась ценной. И вот, чтобы впредь избежать вот этих разночтений, при всей тщательности копирования разночтения все-таки были. И чтобы избежать этих разночтений, Масареты, завершив свою редакцию священного писания, произвели подсчет всех буквенных знаков писания, отметив при этом сколько их должно быть в каждой книге или разделе Старого Завета. Это было сделано для того, чтобы переписчик, делая копию очередной книги, мог бы проконтролировать себя. Если у него не совпадает количество букв, он тоже должен был их пересчитать с тем, что указали Масареты там внизу под копией оригинала, значит, он где-то допустил ошибку. И все эти меры, которые были предприняты Масаретами, не показывают, что они столкнулись с этой проблемой разночтений и таким способом постарались их избежать в будущем. Среди же имевшихся у них рукописей они как делали? Они отбирали те варианты, которые наиболее часто встречаются. А те, которые встречаются реже, варианты текста, они их просто уничтожали. Но вот такой процесс он вовсе не гарантировал, что выбранными окажутся все-таки самые правильные из этих вариантов. И хотя вот это редактирование священных книг Масаретами было ну насколько возможно тщательным, оно длилось несколько веков, все же полученный текст, он нами должен считаться как условный оригинал Ветхого Завета. Что же касается ветхозаветных цитат в Новом Завете, то надо иметь в виду, что они представлены там именно в том виде, в каком были записаны авторами. А авторы были руководимы Духом Святым. Они писали под вдохновением Святого Духа, который говорил им, что и как надо записать. И потому, когда мы встречаем разночтение старозаветных мест в Новом Завете и в Масаретском тексте, нам надо предпочтение отдавать именно новозаветным цитатам. Они правильнее передают текст древнего оригинала. Правда, это не означает, что Септуагинта во всем была лучше Масаретского текста. Она тоже подвергается критике в наши дни, потому что вообще перевод всегда имеет погрешности. В Новом Завете встречаются и такие цитаты, которые отличаются и от Септуагинта, и от Масаретского текста. И знаете, это наводит на мысль, что Спаситель и новозаветные авторы возможно даже цитировали и не Септуагинту. Но тот самый древнееврейский оригинал, который в те дни имелся в наличии и который до нас пока еще не дошел, но по крайней мере он не найден. И знаете, это подтверждается тем, что действительно кумранские рукописи, вот недавно было открыто найдено Гениза, это хранилище для старых свитков в развалинах синагоги в Ингеде. Они подтверждают, они уже ближе подтверждают, что был такой оригинал, который отличался от Масаретского текста и к которому была близка Септуагинта. Сам же Иисус, снеся свое служение на земле, он был среди своего народа, говорившего по-арамейски и сам пользовался естественно этим языком. И это подтверждается Писанием. Помните, даже как, к примеру, Марк приводит его фразу при исцелении дочери Ира именно по-арамейски Талифакуми. А дальше дает ее греческий перевод. Также и старшего среди апостолов Симона он назвал вовсе не Петром, а арамейским Кифа. Петр, это евангелисты дали просто перевод этого имени. Все вот это делает маловероятным, чтобы спаситель, уча народ и благовеству ему простой народ цитировал в Писании по-гречески. Скорее, это была арамейская интерпретация Слова Божия, ранее сказанного и записанного на древнееврейском языке. Вы знаете, будучи сам воплощенным словом, Сын Божий не имел нужды переводить с древнееврейского на арамейский, потому что не этот вот древнееврейский оригинал был для него первоисточником, а он сам являлся первоисточником. Он сам воплощенное слово. И он просто излагал истину на понятном слушающем языке. Истину излагал так, как она должна быть изложена в точности. Язык тут был вторичным делом, просто формой, в которую облекалось слово Бога. Но важно было, чтобы слушающие точно распознавали в речи Спасителя цитаты из Первого Завета, которые они с детства знали. Иначе его проповедь не произвела бы должного впечатления на вот этих привыкших цепляться за букву иудеев. Таким образом, цитаты из первой части Писания, приводимые новозаветными авторами, они более точно передают первоначальное звучание древнего слова, чем масоретский текст, ну, в тех естественных случаях, где наблюдается разночтение. И приведенные здесь Павлом слова из 39-го Псалма следует считать оригиналом этого места в сравнении с масоретским его вариантом. Итак, входящий в мир Христос говорит, что в начале книги написано о мне. О какой книге идет речь? Некоторые полагают, что имеется в виду книга Псалмов, где первый Псалом говорит о блаженстве праведника, воля которого в законе Божием. И об этом законе он рассуждает день и ночь. Знаете, тут можно увидеть параллель с вот этой неупомянутой Павлом цитате фразой «И закон твой у меня в сердце». Но под этой книгой наверное правильнее всего понимать вообще все священное Писание. Всю старозаветную часть Писания. Потому что весь закон свидетельствовал Христе с самого своего начала. Это свидетельство замечается уже в первой главе «Бытие», где имеется откровение божественного триединства. И далее, когда в третьей главе Творец говорит о семени жены. И знаете, знатоки древнееврейского языка, перебирая буквы первого слова книги «Бытие», обращая внимание на эти знаки, на звуки, которые они означают, на название этих букв, в том числе даже на их написание, потому что эти буквы все-таки являлись производством древней пиктографии. Пиктография – это тоже буквенные знаки, но которые изображали определенный предмет. То есть, и вот, проводя вот такой анализ, некоторые приходят даже к выводу, что в самом первом слове Библии, с которого начинается книга «Бытие», в начале, в этом слове находят упоминание о Сыне Божием. Это, правда, такие очень сложные рассуждения, возможно, местами даже они выглядят несколько субъективными, но то, что все старозаветное писание от начала до конца говорит об Иисусе Христе, это есть неоспоримый факт, так что и выделять тут какую-то из книг Ветхого Завета нет необходимости. Итак, что же апостол хотел сказать читателям данного послания вот этой цитатой из 39-го псалма? Это нетрудно понять, потому что вслед с 8-го стиха он дает толкование приведенному тексту, то есть сосредотачивается на одной из его мыслей, на которую он хотел особо обратить внимание читающих. Он говорит, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию, отменяет первое, чтобы постановить второе, восьмое, девятое стихи. Вновь Павел настойчиво внушает своим уверовавшим братьям по крови, что произошла смена заветов, отмена первого и учреждение вместо него нового, а не какое-то добавление нового к старому. В божественном плане было именно заменить завет один на другой, а не добавить один к другому, что все время пытались сделать иудействующие христиане, составлявшие большую часть церкви в святой земле в те дни. Итак, Спаситель вошел в мир, чтобы исполнить волю Божию. В чем эта воля? Апостол объясняет это в следующем десятом стихе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Как он в другом месте говорит, это первое послание к фессалоникийцам. Там он говорит, «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Это 4 глава, 3 стих. Освящение подразумевает отделение от греха, то есть очищение, без которого не может быть спасение. Отделение же от греха подразумевает последующую передачу омытого в собственность Божию, то есть посвящение Богу. Это второе значение слова «освящение». И это должно быть осознанно верующим человеком, потому что освящение не лишает его свободы выбора, опять же. А там, где есть выбор, там есть и ответственность. Мы должны осознавать свою принадлежность Господу и постоянно о ней помнить, потому что выбор предполагает возможность что-то решать человеку. Мы должны постоянно помнить об этой освященности, чтобы жить и поступать, как посвященные Богу, находящиеся в Его распоряжении для совершения Его воли и прославления Его имени. Какие бы то ни было увлечения в этом мире, они противоречат нашей посвященности, потому что они отбирают наше сердце у Господа, они нарушают нашу связь с Ним. Когда человек сохраняет посвященность Богу, его желания, его мысли, они сосредоточены на том, что Господни. Он постоянно пребывает в поиске лица Божия, ревностно стараясь быть угодным своему Создателю и Спасителю. Да, это требует вдохновения, без вдохновения это не получится. Но и без приложения усилий самого человека дело тут не обойдется, потому что хождение перед Богом это есть сотрудничество человека с Духом Божиим, который в нем пребывает. И без этого сотрудничества сам Дух Святой просто действовать не будет, не захочет этого делать. И пусть Господь нас благословит всегда вот это помнить и соответствующим образом действовать, чтобы освящение наше кровью Сына Божьего постоянно выражалось в нашей посвященности Ему, потому что Он дорогой ценой приобрел нас. Аминь. Давайте помолимся. Наш Господь, слава Тебе и благодарность, слава Тебе за Твою жертву, которой Ты освятил нас, чтобы мы были чисты и чтобы мы в этой чистоте могли бы принадлежать Тебе, Господи. Слава Тебе. Благослови нас, Боже, понимать то, что с нами произошло, помнить об этой освященности и хранить ее, пребывая в Тебе своим сердцем, своими мыслями и поступая, творя Твою волю в этом мире. Благослови нас, Господи, в этом и сохрани от всякого зла, от всякого соблазна и будь прославлен за все наш Бог. Аминь. Садитесь, пожалуйста. У нас есть время, если есть вопросы, можно задать их сейчас. Такой вопрос. Какая разница между, ибо невозможно однажды просвещенных и отпадших опять обновлять покаяние, вот это обновление покаяния, и если исповедуем греки наши, то он просит, там вот как бы обновление покаяния, тут исповедание. В чем между ними разница? Миша, мы подойдем к этому тексту. Это же 10 глава. Я тут читал с 6 глава. Они не каятся. Миша, домой приди, они не каятся. Они попирают то, что им Бог дал. Да, правильно. Это 6 глава, но дальше в 10 главе там есть. Да. Мы разберем это дело. с Богом вопросов. Как бы там плот невозможно обновлять покаянием, а как же исповедание? Разве это не одно и то? Нет. Я знаю, что дойдем туда же отбиваться. Да. Да, пожалуйста. Смотрите, я хотел бы, чтобы вы коснулись сегодня новой природе, новой способности, духа. И Писание говорит, мы не должники плоти, чтобы жить плоти, чтобы жить плоти, умрем. А если духом умерщвляем, дела плоские, то жив будем. Как этот процесс происходит? Будет духом умышляет тела плоские. Как это в реальности происходит? Текст прекрасно звучит. Как это практически? Это контроль духа над плоти телом. Это контроль духа. Это когда человек отдает духу командные позиции. И когда оказывается перед выбором, он не выбирает плоти. Он выбирает то, что ему говорит дух. А дух Божий говорит духу нашему. То есть он слушает Бога, а не свою плоть. И отдает предпочтение. А у него ввиду возрождения есть вот эта способность отдать предпочтение духу. До возрождения этой способности не было. Вообще выбора не было до возрождения. Он не мог ничего выбирать. Так, все, больше нет вопросов? Хорошо. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...